Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня у нас солнечный, солнечный денёк, но на улице ночью был мороз. Я уже газ поставила на 48 градусов, где-то недельку уже так топится на этой температуре, но сегодня утром проснулась и поняла, что на улице ночью был мороз. У меня сломался градусник и не могла посмотреть, но чувствую, что мороз. Пришлось немножечко увеличить газ и добавить температуры. Посмотрите, как блестит снег, какая кристальная чистота! Сегодня, по-моему, уже 10 марта или 11 марта. Я уже потеряла счёт времени. А у нас вот такие сугробы и практически каждый день солнце. Но зима не хочет сдавать свои права. Специально подошла к календарю. Думаю, надо же, надо посмотреть, какое сегодня число. 10 марта сегодня. И я решила показать вам, что я уже здесь понатворила. Какой коврик у меня получился и сколько пошло материала в целом. Итак, канат в упаковке 100 метров. Пошло одна упаковка и где-то 2 третьих. То есть, или, наверное... Ну, в общем, от второй упаковки осталось метров 20, я бы так сказала. Вот. Пошло немножко джутового шпагата на бахрому. Вот, вы видите. И литровая бутылка клея титан. Ну, и бумага основания, которая досталась мне при покупке дома. Значит, размер коврика получился 85 ширина и 135 длина. Вот так вот я наискость положила. Очень красиво это смотрится. Отражение в зеркале. И вообще хочу сказать, вот этот шкаф очень-очень расширяет пространство. Когда сидишь вот там на диванчике и смотришь на этот шкаф, кажется, что комната в два раза больше. Ну, вообще зеркала, конечно же, расширяют пространство. Все мы это знаем. Вот. Сразу попутно отвечу на комментарии. Вы мне там писали, что основание коврика вместо бумаги можно заменить линолеумом. Девочки, на мой взгляд, это плохая идея. Это не сочетание двух компонентов. Джуд все-таки это натуральный компонент. А линолеум это синтетика. Это будет смотреться очень инородно и, на мой взгляд, некрасиво. Если вам не нравится бумага, хотя, на мой взгляд, вот очень хорошо подходит к этому коврику бумага. Вы же коврик делаете не в ванную комнату. Ну, зачем такая вот излишняя защищенность от влаги? Я считаю, что она излишняя. Если не нравится бумага, замените ее плотной тканью. Но ни в коем случае не линолеумом. Ну, а по мне очень красиво смотрится и бумага. Коврик тяжелый. Да, еще... Ну, как тяжелый? Вы у меня спрашивали, а он не двигается по полу? Ну, то есть он не скользит. Если вы по нем ходите, он не скользит. Ну, конечно, вот я вам показываю, как он двигается. Если ногой вот так вот его подвигать, он двигается. Но он не скользящий. То есть, когда вы по нем ходите, он не скользит. Ну, конечно, если вы начнете вот так вот двигать, естественно, он будет двигаться. Если вам нужна дополнительное противоскольжение, есть специальная ткань, которую можно приклеить с той стороны на бумагу. Это очень хорошо приклеится. Так, что еще я сделала за эти дни? Вы видите, как преобразился экран. Внизу появилась планочка, которую я буквально вот несколько минут назад приклеила. Я имею в виду вот сюда. Потому что вот этот USB кусочек у меня не хватало до конца его ширины. Заклеила планкой от того же уголка. И получилась вот такая красота. И покрасила лаком бесцветным от Атуридесижен. Нет, вру, от Сент. Атуридесижен это была краска. Лак я покупала от другой фирмы. И посмотрите, как красиво, очень красиво вписались сюда вот эти туфельки с цветами. Да, это искусственные цветы. Но они сделаны очень качественно. И просто как нельзя, кстати, сюда вписались. Вот эта зеленая точка. Во-первых, сочетается экран с цветом шкафа. Ну и сам шкаф предполагает, что там может храниться обувь или одежда. Ну а эти две туфельки просто как неубранные в шкаф вещи. Вот такой творческий беспорядок получился. Мне очень нравится. И вот этот светильничек сюда вписался, который мы с вами делали из коробки для вина. Все это функционирует. Бутылка, там лампа. В общем, вечером здесь очень красиво, когда я включаю этот светильничек. А что еще я сделала за эти дни? Вот вы видите угол этой комнаты, которая перетекает из гостиной и в спальню, и в рабочий кабинет. Рабочий кабинет здесь временно вот так сейчас оборудован. Конечно, здесь все будет по-другому. Все будет, столешницы будут убираться. Диван, который стоит вот здесь, тоже будет убираться. Я имею в виду вот этот диван. И вот я сделала вот такое обрамление угла плиточкой. Покрасила в плиточку в серый цвет, чтобы был контраст с белой стеной. А вообще белые стены в нашем доме, причем они везде белые, чуть-чуть в серый цвет. Вот вы видите, если видите на видео. Очень классно смотрится. С единым полом, с единым цветом стен дом просто расширился. Что хочу вам поделиться одним из лайфхаков. Когда я лепила вот эту плитку с одной и с другой стороны, когда они уже схватились на клей плиточный, вот здесь вот напильничком возьмите и вот так вот все это дело обточите, чтобы угол у вас был как будто одним полотном. вот здесь я все стачивала вот так, ну а потом красила, даже не грунтовала. Вот так вот это смотрится сейчас. Это я сделала уже, наверное, дня два назад. Дочери показываю, она говорит, ой, а что это ты сделала? Я думала, это давно, как будто там так и было. Там сейчас, вы видите, на скотче прилеплен плинтус. Конечно же, все будет по-другому. Здесь еще не сделаны наличники. Не успели мы с Лешиком это сделать. Вот опять жду Лешика, чтобы доделать вот эти все небольшие недоделки. То есть, все здесь будет красиво. Лешик приедет через недельку и все приедет опять на один денечек и все вот эти вот недочеты все мы должны доделать. Ну что, друзья, опять потянуло меня на вязание. Ремонт близится к завершению и захотелось взять в руки крючок или спицы. Вот показываю, что я уже провязала. Это будет а-ля туника, а-ля майка, не знаю, какая-то, в общем, ковтенка на лето. Не стала я заморачиваться с рисунком. Вот вы видите, здесь присутствуют всего лишь столбики с накидом, причем патентные, полупатентные или как он называется, столбик. Я думаю, что вы помните, как его провязывать. Сначала делается накид, провязывается как бы столбик без накида, а потом провязывается накид и провязываются петли на крючке. То есть, в три приема. Здесь не просто столбик с накидом, а полупатентный столбик. Очень красивые переходы. Эту пряжу мне высылал магазин в рамках сотрудничества для обзора. Магазин Ярн 21. Дима, вспоминаю тебя добрым словом. Вот такая пряжа Янард Роуз Гаден. Это, наверное, переводится как сад из роз или розовый сад. Как-то так. Это стопроцентный хлопок. Так, что-то совсем не хочет фокусироваться. Сейчас попробую. Попробую. Может быть, на солнышко никак не хочет работать фокус. Не пойму, почему. Ну, ладно, давайте тогда расскажу. Значит, здесь 250 грамм в мотке. 250 Да, 250 грамм в мотке. Крючок здесь рекомендуют тройку. Спицы 2,5. Попробовала я вязать спицами. Ничего у меня не получилось. Я вообще не люблю слишком тонкие спицы. Но и еще пряжа для тонких спиц на мой взгляд очень тяжелая, потому что состоит из нескольких нитей здесь. И они, конечно, расслаиваются. Да, что ж такое. сейчас попробую. Может быть, я что-то тут нажала. Нет, все равно фокус не работает. Не знаю, почему, друзья. Ну, в общем, здесь тысяча метров, 250 грамм. Фирма Ярнарт, я уже сказала. И это стопроцентный хлопок. Очень красивые переходы. Посмотрите, я начинала вязать от центра. Это по вашему желанию, в зависимости от того, что вы хотите, чтобы у вас было внизу темное или светлое, можно вязать естественно и не из центра. Но я вязала от центра вот такой вот темный-темный синий, потом он превращается в более светлый. и дальше еще светлее и переход уже в розовый. Дальше пойдет вот такой голубой и белый. Не знаю, как закончится. Я не хочу слишком длинную тунику вязать. И что там придется на область лица, область плеч, какой цвет, это потом, конечно же, я вам покажу. Да, крючок я здесь использовала не по рекомендации. По рекомендации я уже сказала, крючок здесь троечка. Ну, что ж такое, так хочу, чтобы вы увидели, но слушайте озвучку. Крючок здесь тройка, я вяжу крючком два с половиной. Ну, вообще фокус не хочет. Не знаю, что такое. Что по размерам? Значит, изначально я даже не знаю, друзья, сколько я здесь набирала столбиков. Я набираю всегда цепочку с запасом, вот вы видите, потом это легко убирается. Вот, и набирала столбики уже по ширине. Ширина внизу где-то 76-77 сантиметров. Потом пошло на сужение где-то вот отсюда, то есть она такая немножечко трапециевидная будет. Это маечка. Вот, по наитию вязала. Я уже повторюсь, что здесь просто обычно филейная сетка. Вот так вот чередуются эти полоски. Вы все видите, озвучивать здесь особо нечего. Вот, я вам показываю 4 рядочка сеточки, потом 2 рядочка столбиков с накидом патентных, потом опять рядочек сеточки, опять полосочка, два столбика с накидом. Я имею ввиду вот это опять сеточка, ну и вот такое расстояние сплошные столбики патентные с накидом. Что получится и когда получится, конечно же, вам все покажу, но на вязание меня опять потянуло. Да, Яндекс.Дзен я завела канал, ссылку я оставляла во вкладке в сообществе. Канал там называется Елена Ситникова своими руками. Канал будет обо всем, о жизни, о творчестве, ну в общем все, что связано с поделками, с переделками, с ремонтом. Начнется весна, начнем сажать рассаду, начнем высаживать в грунт. В общем огород тоже будет на канале, так что все течет, все меняется, закроют ютуб, ну и ладно, я же говорю, плакать я не буду. В России, я думаю, в такой громадной, великой стране народ умный, ушлый, и я думаю, что мы и эту проблему с интернетом, конечно же, решим. Кто-то как-то сказал из великих, что если Россию обтянуть железным высоким забором, она выживет и будет процветать, так что я не боюсь железного занавеса, я знаю, что у нас все обязательно, обязательно получится, и я с ностальгией вспоминаю те времена, когда это в истории нашей страны уже было. Это были времена Советского Союза, и я повторюсь, вспоминаю о них с теплотой и ностальгией. Теперь хочу поделиться с вами рецептом вот такой лепешки хлебушка. Я теперь не покупаю хлеб в магазине, это очень быстро и очень просто. Значит, стакан теплой воды, обычной воды, чайная ложка сахара, чайная ложка соли на этот стакан, чайная ложка сухих дрожжей. Все это дело размешиваем в этой теплой воде, засыпаем муку, сюда на эту емкость воды понадобилось чуть больше двух стаканов муки, вымешиваем тесто, смазываю я сковородку, которая у меня осталась от Амвэй, которая уже все прилипает, но она стальная тяжелая и в ней хорошо выпекается хлеб. Я открутила там пластмассовые ручки, чтобы они не плавились в духовке, вот теперь в ней выпекаю хлеб. Вот она стоит в раковине, я еще ее не помыла. Вот такая сковородка. То есть, что я делаю? Сразу же вот эти ингредиенты вымешиваю тесто, смазываю сковородку и сразу же, не дожидаясь, когда оно подойдет, как мы раньше нас учили, делали, раз подошло осадили, два подошло осадили, это я раньше на Украине пекла так хлеб в трудные девяностые, и так вот я делала целый день, проводила за выпечкой хлеба. Сейчас все очень просто и быстро. Сразу выкладываю на смазанную сковородку, вот так вот руками разминаю это тесто, накрываю крышкой, можно полотенцем и в теплое место, но я включаю газ рядом с газовой плитой, оставляю эту сковородку с тестом и жду, когда поднимется тесто. Тесто поднялось, можно сверху, кстати, тоже маслом растительным смазать, но вот в этот раз я даже не смазывала. Пеку я уже где-то неделю этот хлеб и не покупаю в магазине. И все в разогретую духовку до 200 градусов выпекаю 20-25 минут. У меня есть часы механические, которые я завожу и когда они прозвенят, достаю этот хлебушек. Друзья, это неимоверная вкуснятина. Вот так вот он выглядит, эта лепешка с другой стороны. и я хочу вам сказать, что такой хлеб вы не купите в магазине. Я в последнее время нашла здесь у Шуры в овощном были лаваши. Очень вкусные, и я их покупала, но сейчас этот хлебушек мой ни в какое сравнение не идет с этими лавашами. Так что попробуйте, это быстро. Единственное, что подходит хлеб долго, но где-то час у меня подходит на сковородке, когда поднимется, но вы же не будете сидеть над ним, можно заниматься другими делами. В общем, все это очень-очень быстро делается. Ну вот, мои хорошие, вот такой солнечный денек у вас. Поделилась я с вами небольшими новостями, которые происходят в моей жизни. Я вас всех обнимаю, всех люблю, знайте, что у нас все будет хорошо. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!